КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИНА КОЛОДИ Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дают лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. КАРОЛИНА КОЛОДИ 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 КАРОЛИНА КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИНА КОЛОДИ КАРОЛИ些 сосуды, а что еще важнее – стимулирует синтез глиальных клеток, которые в том числе способствуют восстановлению нервной ткани после травмы и инфекций, и помогают вырабатывать миелины – то есть, вещества входящие в состав нервных волокон. В Кембридже были проведены исследования в области медицины и физиологии, которые показали – что стимуляторы регенерации тканей в сочетании с провитамином А способны на 100% восстанавливать миелин. Это прекрасная информация для людей, которые подвержены развитию болезни Альцгеймера, либо страдают от рассеянного склероза, а также тех, кто генетически склонен к этим заболеваниям. В 7 из 8 случаев они являются метаболическими, поэтому, как правило, у больного человека возникают симптомы серьезного заболевания, которые дестабилизируют мышцы и препятствуют движению из-за постепенной деградации нервной и мышечной тканей. А благодаря препарату Простик можно восстановить эти изменения. Добавлю лишь, что этот препарат не лекарство, а стимулятор биологических процессов в нашем организме. То есть, если я правильно поняла, Простик можно принимать, например, при лечении заболеваний щитовидной железы? Да, потому что он восстанавливает всевозможные соединительные ткани в организме. Следует также помнить, что в нашем теле есть железистый эпителий, который является своего рода строительным материалом для крупных желез, а также желез пищеварительного тракта, желудка или кишечника. Это вещество вдобавок стимулирует регенерацию нашей кожи, волос и всех соединительных тканей. Как видите, область воздействия данной биодобавки очень велика, и наш организм действительно сильно нуждается в ее компонентах. Чем старше человек, тем больше пользы принесет ему Простик, так как даже люди, ведущие здоровый образ жизни и соблюдающую диету, со временем теряют свою регенеративную способность. Именно тогда при физической нагрузке мы ощущаем боль в суставах. Данный препарат обладает в том числе обезболивающим свойством. Например, Центелла азиатская является восстанавливающим компонентом. Благодаря этому Простик является поистине уникальным и универсальным в своем действии. А в связи с тем, что в состав Простик входит фосфор, кальций и витамин D, можно ли этот препарат использовать в качестве профилактики остеопороза, либо чтобы ускорить процесс растания костей после перелома? Некоторые ортопедические клиники используют данный БАД и подтверждают, что за почти год наблюдений пришли к выводу, что после употребления Простик процесс восстановления после операции сокращается на 50%. Почему? Потому что в состав данного продукта входят все необходимые для естественной регенерации компоненты. Например, мумио содержит хондроэтин и гиалуроновую кислоту. Часто, особенно спортсменам, рекомендуют принимать биологически активные добавки, похожие на наш продукт. Но в составе других БАДов можно встретить только отдельные компоненты, а тем временем у нас все необходимые составляющие гармонизированы. Когда же мы принимаем в виде БАДа какое-то одно вещество, оно может быть использовано организмом лишь частично, так как для полного усвоения необходим так называемый биологический фон, то есть дополнительные субстанции, которые помогут лучше усвоить данное вещество организмом. Уже давно в китайской медицине было отмечено, что биологически активные субстанции могут полностью усваиваться организмом только при наличии экстрагированного фона. Я всегда привожу в пример знаменитый витамин С. На протяжении множества лет нам говорили, что синтетический витамин С, то есть синтезированная аскорбиновая кислота, очень полезна, и лишь в 80-х годах прошлого века было доказано, что синтетический витамин С не только не помогает, а в придачу закисляет организм. Что это значит? А то, что синтетический витамин С опасен для жизни, потому что если нормальный для здорового человека PH в 7,34 упадет до 7,20, то наступит сосудистая и дыхательная недостаточность. Есть случаи, когда люди, заботящиеся о своем здоровье, например, спортсмены, принимая в больших количествах синтетический витамин С, умирали от инфаркта. Витамин С оказывает положительное влияние на организм лишь когда присутствует правильный биологический фон. Такой витамин можно извлечь, например, из шуковника, барбадосской вишни или ягод каму-каму, которые обладают еще большим потенциалом действия. В такой ситуации витамин С будет наиболее эффективным и находящимся в синергии с остальными компонентами. Каждый организм уникален. У одного человека он усвоится на 15%, а у другого на 40%. Все зависит от особенностей организма конкретного человека, так как у каждого из нас своя микрофлора. Субтитры создавал DimaTorzok